Радио Болткома Да, конечно, я думаю, что с этого стоит начать Тем более, что так или иначе, вот с одним из номинантов этот фильм напрямую связан Потому что его тоже снял Кеннет Брэна «Смерть на Ниле» И вот Белфаст, он является одним из таких тоже лидеров по количеству номинаций Но у нас на экраны выходит «Смерть на Ниле» Картина, которая очень долго шла к экранам Должна она была выйти, по-моему, если не шва, еще в прошлом году В начале чуть ли не года В общем, ее как-то так замариновали Ну, ее замариновали по понятным причинам По причине, о которой мы, наверное, подробнее поговорим в какой-нибудь следующей передаче Из-за так называемой культуры отмены То есть один из исполнительных главных ролей, Арми Хаммер Попал в неприятную ситуацию Наговорил лишнего В общем, и оказался под огнем такой Под таким огнем критики Что студия решила не рисковать И спрятать фильм от греха подальше где-то на год Пока Ну, как бы, пока волна стихнет И Чуть-чуть подзабудут люди И выпустить его вот только сейчас И, в принципе, это еще хорошо, что фильм выпустили Потому что При таких обстоятельствах Есть уже, как бы, прецеденты Когда фильмы просто убирают на полку И не выпускают После таких происшествий Или переснимают с другим актером сцены Да, да Ну, вот, наверное, может, мы как-нибудь поговорим В какой-нибудь из следующих передач Об этих всех ситуациях Но, как тот, что Год назад выпустили первые трейлеры Фильма «Смерть на Ниле» И там, как бы Ну, еще до всех этих скандальных происшествий И буквально пару месяцев назад Появились новые трейлеры И когда я посмотрел новый трейлер Я был Ну, не то, что удивлен Но было просто очевидно Что и актера Который, в принципе Ну, играет одну из, наверное, ключевых ролей Просто из трейлера Филигранно, так скажем Удалили практически Из всех тех секунд Когда его показывали в первом трейлере То есть во втором его фактически нет То есть там со спины и прочее То есть дабы не раздражать аудиторию Его просто вырезали максимально Даже из трейлера Ну, вот любопытная действительно такая тема Которую наверняка мы в следующей, наверное, передаче Поговорим подробнее Но хочется сказать Что «Смерть на Ниле» Это уже такая Вот на моей памяти Третья инкарнация сюжета Агаты Кристи Был прекрасный фильм с Питером Устиновым Еще, по-моему, в 70-е годы снят Там тогда Тоже прошлись По романам Агаты Кристи И Питер Устинов Снимался в нескольких Таких больших экранизациях Затем, конечно, Дэвид Суше Но, если честно Я небольшой восторг Небольшой поклонник Вот этих нескольких Экранизаций Ключевых романов Агаты Кристи Именно в исполнении Дэвида Суше Ну, надо сказать просто Что главный персонаж Это Иркюль Пуаро То есть, соответственно, по исполнителю Этого персонажа То есть, это не Мисс Марпл Например, другая популярная героиня А именно Пуаро Да, и вот я хотел сказать Что из-за того, что Телевизионный формат Очень жестко укладывался В 90-минутные рамки К сожалению, это Был большой минус Для таких больших Крупных постановок С большим количеством Действующих лиц Агаты Кристи Которые пришлось Очень кардинально переработать Переписать И, ну, подсушить Поджать вот эти все Истории И, к сожалению Вот в этом сериале Пуаро Агаты Кристи Где играл Дэвид Суше Смерть на Ниле И убийство в Восточном экспрессе Они вышли достаточно скомканными А здесь вот есть возможность Все-таки два с лишним часа То есть Совершенно спокойно Рассказать эту историю И поскольку Она очень выигрышная Действие происходит В локациях Круизного лайнера Там чуть ли не Прошлого века И всевозможные Египетские там Какие-то антуражи То есть Но это все очень Выигрышно смотрится Конечно, даже по трейлеру Видно и прекрасные платья И роскошные там Костюмы И декорации И сам Египет представлен То есть все На месте Так что очень ждем Эту картину Смерть на Ниле Пожалуй, это будет Самый такой главный Большой хит Вот этого уикенда Да Ну, если просто еще Говорить о скандалах Можно вспомнить Что совсем недавно Фильмы отказались Крутить в Кувейте Например По простой причине Что в одной из главных ролей Снимается Галь Гадот Израильская актриса Которая также играла Чудо-женщину Все знают, наверное Вот И дело в том, что В Израиле Как многие знают Женщины также служат в армии И вот почему-то Властям Кувейта Показалось Как-то несовместимо Что на их экраны Выйдет фильм С израильтянкой Которая когда-то Служила в армии Не знаю уж Почему они так Испугались этого Но вот Факт остается фактом Также будет показан Мультик Пламенное сердце И вот интересно Что Кинокултс Покажет на этих выходных В ближайшее время Ромео плюс Джульетта Фильм с Леонардо Ди Каприо И Клэр Дейнс Очень такая Классика Да Сейчас уже называется Это можно классикой Хотя как раз таки Тогда это казалось Таким очень прочтением Новым прочтением Классики Именно потому что Все действие Происходило в наши дни При всем Сохранении Шекспировского текста То есть когда целятся Друг друга из пистолетов А идет текст Вложите шпаги в ножны Вот это все Оно как бы Производило тогда Просто крышесрывательный эффект Я очень хорошо помню Насколько казался Ну вау Просто Так смело Так здорово Наверное Надо вспомнить Фильм Который выйдет уже сегодня Просто Не совершая ошибку Которую я совершил В прошлой передаче Когда сказал Что не выйдет фильм Про Луну Падение Луны Потому что я посмотрел Фильмы которые выйдут скоро И забыл посмотреть фильмы Которые выйдут уже Сегодня На самом деле Сегодня выходит Новая романтическая комедия С Дженнифер Лопес Первой встречной называется Тоже Потенциально Ну такой хитовый Вариант Мелодрамы Мелодрамы Так скажем Любовные истории В принципе Мне кажется Что Дженнифер Лопес У нее Ей удаются такие роли Она в принципе Часто Она в принципе И как певица И как актриса Пользуется Одинаковой популярностью Мне так кажется То есть это не тот случай Когда Амбидекстер Я бы сказал То есть когда Певица снимается И все делают Просто Большие глаза И говорят Зачем она это сделала В принципе У Дженнифер Лопес Получается И получается Именно Она в принципе Играет и в какие-то Более серьезных Ролях Но романтические комедии Ей удаются Так скажем Очень интересно Там же играет Оуэн Уилсон То есть там История в том Что она Дженнифер Лопес Играет практически Саму себя Суперзвезду Певицу У которой намечена Свадьба с каким-то Похожим на нее Суперпевцом Но в последний момент Она узнает Что он ей изменил Или что-то такое И решает Просто сделать Ход конем Выйти замуж Прямо вот Во время концерта Выйти замуж За первого встречного И этим встречным Оказывается Некий школьный учитель Который попал на концерт Вообще случайно То есть его племянница Там затащила И он стоял в сторонке Делал вид Что он вообще здесь случайно И она ему сунула В руки плакат Мэри Ми Значит Выходи за меня И он просто Даже понятия не имеет Кто это Что это за актриса В смысле певица И не является ее фанатом Да Ну сюжет такой Как бы достаточно Не то что Прямо супероригинальный Но мне кажется Милый И для просмотра Такого вечернего Вместе с Своим Мужем, женой, партнером В принципе подойдет Ну это вот Я понимаю Такой специализированно Под день Святого Валентина Заточенный Да Проект Да Вот именно так Мне кажется Так что Есть Ну вот И Ромео и Джульетта Тоже как бы так Накануне Дня Святого Валентина И ведь по-моему Будут еще показывать В форуме По-моему Спектакль Ромео и Джульетта Вот Который Решили поставить Из-за пандемии Вот Сделать такую телеверсию Спектакля И это Тоже можно будет Посмотреть На большом экране Вот Это то Что касается Каких-то Премьер И Актуальных Событий А сейчас Может быть Перейдем Действительно К Номинациям На Оскар Вот Американская Киноакадемия Объявила Претендентов Победителей Объявят 27 марта Пока мы Вот Видим Список Список Только Номинированных Картин И Кое-какие Из этих фильмов Они уже шли У нас на экранах По-моему И Олея Кошмаров Шла И Дюна В принципе Ну Ряд картин Выходили на экраны Что-то можно Искать там На всяких Стриминговых Сервисах Кстати Интересно Что вот Пишут Что из 10 Картин 5 Сразу же Вышли на Стримингах И практически Были доступны Не только В кинотеатрах Но и Для Маленького Экрана Сейчас пишут О том Что Как бы Оскар Показал То что Нетфликс Захватывает Весь кинорынок То есть Из скольких Картин Которые фигуруют Там В данный момент У Нетфликса Так скажем По-моему То ли 40 То ли с чем-то Вот в данный момент Номинации Сколько Их фильмы Получат Оскаров Неизвестно Но Пока Они на первом месте По количеству Номинаций Как Если их считать Киностудией То вот Такая ситуация В частности Вот идет Речь о том Что именно Нетфлик Представляет Джин Кемпион Которая Более 20 Мне кажется Даже чуть ли не 30 лет назад С фильмом 93 По-моему Это был год Да Мы говорили Чуть-чуть Об этом фильме Но просто Я хотел Сказать Что Когда ты говоришь Вестерн У многих Может возникнуть Впечатление Что там будут Какие-то перестрелки Не знаю Ковбои с индейцами И прочее Но Это чуть-чуть Другое кино Сразу Надо предупредить Что никаких перестрелов В принципе Там Нет То есть Никаких таких Классических элементов Которые мы привыкли Именно При слове вестерна Там Не присутствует Поэтому Если люди Собираются Посмотреть В надежде Именно на это То не стоит Тратить время Это все-таки Семейная драма Семейная именно драма Да, драма такая Многослойная Такая достаточно Я вот посмотрел На днях И в принципе Тоже под впечатлением Она Это очень Многослойный фильм Несколько Историй Несколько Хороших актеров В принципе Об этом говорит Уже тот факт Что все Все исполнители Главных ролей Номинированы На Оскар То есть Все Там Четыре Основных Персонажей И все они Номинированы На Оскар Так или иначе То есть В главных ролях В роли Второго плана С мужской стороны И женской Вот И То есть Там Именно драма Которая просто развивается Действие которой Развивается Вот именно На ранчо Среди Такого Пейзажа Горного Где-то там В центре Америки Поэтому Ну можно назвать Это Вестерном Но так Очень осторожно Ну если понимать Что это Вот именно Ранчо Где Ковбой Пасут Этих всех Быков И Действие Действительно Происходит Вот именно В этих Локациях Да Но Дюна Вот Дюна на втором Месте По количеству Номинаций 10 номинаций Однако Надо заметить Что Они все В основном Технические Ну то есть Там он представлен Как лучший фильм Однако Сразу Такой щелчок По носу Самого режиссера Дэнни Вильнёва Не Номинировали Как лучшего режиссера И это сразу Как бы дает Ну вот Понять Что Не выиграет Очень По-моему Я не помню Чтобы Побеждали Картины Которые не выдвигались Как За лучшую режиссуру То есть Там есть какая-то Это связка Режиссер Картина То есть Они могут Не получить Обе награды Но Как правило Лучший фильм Обязательно Номинирован За лучшую режиссуру То есть Это есть Какие-то Такие вот Ну Знаки Приметы Негласные Правила Правила Да И поэтому Как бы сразу Нам дают понять Что несмотря на то Что 10 номинаций Это все Дескать Кино такого Второго уровня Что мне тоже Немножко обидно Мне показалось Что все-таки Оскар Стреляет Сам себе в ногу Вот потом Мы поговорим Еще о том Кого Ну вообще Прокатили И Ну Да Наверное 10 номинаций Дюны Это попытка Привлечь Внимание Молодежной Аудитории Любителей фантастики Вот К этому шоу Вручение Оскаров Но Какая-то Не очень удачная 7 номинаций Вот получили Белфаст И Вестсайская история Про Белфаст Мы тоже По-моему Неоднократно Уже там Все время Упоминали Говорили Черно-белый фильм Ну у него там Цветное начало И конец Но Это Кеннет Брэнна Тот самый Который снял Смерть на Ниле И Очень уважаемый Действительно В Британии Режиссер И актер Бафта Кстати Вот Тоже Буквально на днях Объявила Свои номинации Он фигурирует И как лучший фильм И как лучший Британский фильм То есть там Он тоже Усыпан Всеми Номинациями И вот На премию Бафта Конечно Его там Я думаю Что имеет он Большие шансы Что-то получить Да Ну Я хотел просто сказать Что да Он Настолько Популярен Что ему дали Этот Титул Сера Рыцарский титул Вот И Я просто отметил После просмотра фильма Я залез Посмотреть биографию Кента Брана И подумал Что в принципе Это наверное Где-то В какой-то мере Даже Автобиография Автобиография Да Он даже не скрывает Что это Он написал сам сценарий Потому что Он сам родился В Белфасте И был вынужден Потом с родителями Эмигрировать В Англию И в принципе По сюжету Там Мальчик Главный герой Он тоже Растет В Белфасте Но после того Как там Начинаются Столкновения Между протестантами И католиками То есть Протестанты Это Как правило Англичане Католики Это ирландцы И До поры до времени Все жили Тихо Мирно По соседству Буквально Один дом Ирландцы Другой Католики И никто Никого не делил В какой-то момент Видимо Что-то произошло И это стало Причиной Прямо Кравоправлитной Войны Которая В принципе Не прекращается Чуть ли По сей день И вот Семья Этого мальчика После долгих Мучительных Каких-то Переживаний Мысли Решает Тоже Уехать В Англию Подальше От этих Всех Ну как бы Военных Начинающихся Каких-то Действий Вот И я думаю Что это стало Как бы Каким-то То есть сценарий Как-то Видимо Навеял его Своя Ну его Собственная Видимо Какая-то Судьба Ну и вот Как раз За лучший Оригинальный сценарий Он тоже Выдвинут И лучший Режиссур И лучший Фильм И хочется Отметить Что вот Из всего Ансамбля Там Некоторые Очень Ну переживали Что Актриса Сыгравшая Маму Мальчика Вот как бы Это уже Такой центральный Персонаж Не получила Номинацию Что она Очень Действительно Прекрасно Сыграла Но Вместо Нее Номинировали Джуди Дэнч За лучшую Женскую роль Второго Плана Бабушку И Ну вот Для нее Если я не ошибаюсь Это уже Восьмая Номинация То есть Ну она Такой Ветеран Просто тоже Не Мэрил Стрип Но Близко К этому А также Еще За лучшую Оригинальную Песню Которую Написал Ветеран Ирландского Рока Вэн Моррисон Так что Это тоже Ну такой Один из Больших Хитов Хотя Конечно Количество Номинаций Никогда Не Гарантирует Что фильм Также Получит Все Ну все Бывали Прецеденты Когда фильм Был номинирован На огромное Количество Наград В результате Оставался Ни с чем Вообще Даже Не получал Ни одной Награды Было и такое Ну и вот Вестсайдская история Она тоже Вот в фаворитах Она получила Тоже Семь номинаций Сложно сказать Вот я Картину не видел Поэтому Я вот Пастернака Не смотрел Не читал Но осуждаю То есть Я не хотел бы Выносить мнение Своё Хотя Ну вот У меня Как бы Всегда кажется Что ремейк Очень тяжело Ремейки Обычно Не очень любят Номинировать На Награды Потому что Всегда считается Что это как будто бы Ну вторичная работа То есть Автор соревнуется А тут надо соревноваться Всё-таки С классической картиной 61-го года Ну то же самое Та же Аллея кошмаров Как ты сам рассказывал В прошлый раз Это тоже является ремейком Так что Тоже Ремейк Ремейку Рознь Просто Тут ещё Надо сказать Что Режиссёр Стивен Спилберг То есть Это Добавляет Очков Вот опять же Я читал Что Спилберг В связи с тем Что он номинирован Тоже как режиссёр Установил Такой своеобразный Репорт То есть Он Сейчас он Единственный человек Который Номинировался Так скажем Получал номинации На Оскар Уже в течение 60 лет То есть Его первая Номинация Была Шесть десятков лет назад Подожди Не может быть Ну Пяти может быть Всё-таки Потому что В 78 году Он получил Первую номинацию 78 год Подожди Ну 78 год Это Не 60 лет назад Это 28 Плюс 20 Это 50 Ровно 50 Ну В общем Ну как Шестьдесят В течение Шестидесятилетий Шестидесятилетий Ну это Это да Да Вот То есть До этого Он был вместе С Скорсезе Вместе У них был рекорд 5 десятилетий А теперь он Единолично Держит планку Углавляет Да Вот Так что У вас было Вполне возможно Что решат Так скажем Его порадовать Оскаром Значит Ещё Вот если говорить Про фильмы Которые находятся В десятке Там ведь Сейчас 10 Десять Номинантов Это Не смотрите Наверх Адама Макея С Дженнифер Лоуренс И Леонардо Ди Каприо Который Который Как раз шёл у нас Его да Показывали Но как-то Вот у нас Мне кажется Он прошёл Без Особого Ажиотажа Хотя вот В В этих Социальных Сетях Многие Отмечают Вау Я вот Недавно Посмотрел Мне очень понравилось Ну я как бы Спокойно посмотрел То есть Ну да Забавно Весело Сатира Но Не знаю Вот я как бы Не попал Может быть Под какое-то очарование Мне гораздо больше Понравилось Ребёнок глухих родителей Кода Который тоже фигурирует В номинациях И я хочу отметить Что номинировали Троя Кацура Это Актёр Который сыграл Главу семейства Это ведь Речь идёт Про семью Глухонемых Людей Где Один из детей Не является Глухонемым Да И вот интересно Что Трой Кацур Это в самом деле Глухонемой от рождения Он У него Украинские корни Вот это Сама фамилия Кацур Об этом тоже говорит И Ему удалось Будучи Глухонемым от рождения Стать актёром Более того Сняться в девяти В картинах И Он Принимал участие В бородвейской постановке Которая получила Премию Тони То есть В мире В актёрском мире Он достаточно Очень Уважаемая фигура Не знаю Получит ли он Потому что у него Всё-таки Там есть Много Конкурентов Но Тем не менее Вот Трой Кацур Один из Пяти Номинированных Как лучший актёр Второго плана Что ещё Вот Для многих Стало сюрпризом Что Сядь за руль Моей машины Японский фильм Вот режиссёр Японского Хамагути Попал Не только В список Иностранных Фильмов Но и В основной Список Я тоже Честно говоря Как-то Не углублялся В тему Но Мне тоже Стало Показало Странным Что фильм В принципе Японский Я посмотрел Что вроде бы В странах Производителя Значит Это только Япония Без Америки Но тем не менее Он номинированный На лучший фильм И на лучший фильм Иностранный Очень странный Честно говоря Не очень Не очень Понимаю систему Почему они Так сделали Ну наверное Какое-то есть Оправдание Может быть Среди продюсеров Был кто-то Американец Не знаю Как так получилось И вот он Попал Также В список Лучших режиссёров Этот Хамагути Причём Это третий Случай После Акеры Курасавы Ещё одного Японского Режиссёра Когда именно Японца Номинируют Как лучшего Режиссёра Причём Вот именно По мнению Американской Киноакадемии Это тоже Для меня Немножко Странно Но Вот факт Остаётся фактом Также Фильм Король Ричард Я Который Я посмотрел Я тоже пытался Его посмотреть Но если честно Мне как-то Стало скучно Потому что Мне показалось Что это В погоне За счастьем Тот же самый Только на Теннисную Тему Мне не показалось Что Уилл Смит Играет одну и ту же роль Только в двух разных фильмах С разными актерами Ну я честно говоря Тоже сомневаюсь Что он сможет Получить Оскар За лучший фильм Но вот Насчёт того Чтобы сам Уилл Смит Получил Оскар В принципе Я бы не удивился Потому что Он действительно Как-то постарался Так перевоплотиться И в принципе Достаточно достоверно Изобразил Именно такого Сложного Неоднозначного Человека Как вот Отец Теннисиста Куильямс Ну вот Лакричная пицца Пола Томаса Андерсона Тоже номинирована Фильм скоро выйдет По-моему Через неделю Или через две недели У нас Он обязательно Его покажут На больших экранах И Вот В этом случае Многие Возмущались И говорили Почему Всё-таки Брэдли Купера Не Номинировали Хотя его Вот роль Второго плана Она Была Отмечена Ассоциацией Актеров Гильдии Гильдии актеров Актерская гильдия Его выделила А вот Сама киноакадемия Всё-таки Прокатила Очень сильная Роль В этом фильме И ещё Он сыграл И в аллее кошмаров То есть В принципе Такой год был Хороший Для Брэдли Купера А тем не менее В номинации На Оскар Он не попал То есть Какой-то Вот прямо Актерское невезение Жалко Ну и вот Собственно В аллее кошмаров Гильдирмо дель Торо Вот последний список В этом фильме Картина Я думаю Что это не совсем Даже Ремейк Вот Фильма Сороковых годов Но Новое прочтение Романа Там же это была Коронизация Книги Так что Сама она Такая немножко Нуарная история И кстати В аллее кошмаров Блестяще Там тоже сыграла Кейт Бланшет И тоже Вот говорят Почему Ее Не номинировали То есть Это тоже Какой-то Ну вот Не знаю Ну понятно Что количество Номинаций Ограничено Но Отмечали Говорили Что в принципе Сыграла Она Блестяще Что Знает Почему Делают Академики Одно То есть В данный момент Очень сложно Объяснить На самом деле Их выбор Иногда бывает Он Иногда он Кажется Очевидным Кажется Ну вот Это же Блин Понятно Что вот Настолько Хорошо Настолько Хорош Фильм Настолько Хорош Актер А пролетает С другой стороны Что-то Посредственное Попадает В номинации Трудно Трудно Как бы Оценивать Их решения На самом деле И в принципе Трудно оценивать Вообще На самом деле Саму Ну Саму Церемонию В последнее время Трудно оценивать Как и эти решения Ну Нынче Неоднозначно Уже не воспринимается И она Настолько Так скажем Монументально Как это было раньше То есть Уже Перестало Оскар Перестал быть Настолько Прямо Вот Так скажем Флагманом В наградах Среди Кинонаград Я хочу Напомнить Ведь есть Огромное количество Очень талантливых И В самом деле Уважаемых Актеров Которых Просто Академия Игнорирует Я не знаю Это в силу Каких-то Внутренних Конфликтов Каких-то Разборок Или еще Чего-то Что мы Может быть Не знаем Какой-то Подковерной Игры Но можно Вспомнить Что Альфреда Хичкока Так и не Награждали Оскаром Чарльза Спенсера Чаплина Ему Вручили В конце Жизни Почетную Награду Которая Которая Была Ну Просто Скорее Нужна Для Репутации Самой Киноакадемии Потому что Было Понятно Всем Что Чаплин Это фигура Которая Вот Ну Вот Это Один из Десяти Самых Главных Кинодеятелей За всю Историю Кино И то Что у него Нет Оскар Это Скорее Говорит Об Ущербности Самой Премии Чем О Его Величии Можно Вспомнить Что и Мерлин Монро Никогда Не Получала Награду Хотя Все Таки Все Признают Что Несмотря На Ну Кажущуюся Такую Популярность Доступность Ширпотребность Вот Фильмов С ее Участием Она Сама Все Таки Очень Сильная Актриса И Она Невероятно Талантливая И Ведь Сколько Просто Красивых Девушек Актрис Были Звездами И И Исчезли А Мерлин Монро Она Осталась На Экране Это Доказывает Что 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 В ней Было Особенное И То Что Она Не Получала Оскар Это Тоже Говорит Как То Что Как Система Надо Что В этой Консерватории Было бы Поправить Все таки Ну Да Если Чуть Будущее Так скажем Поближе К нашему Времени То Тома Круза Нету Ни одного Оскара У Джонни Деппа Нету Ни одного Оскара То есть Как Как Бывает Ну Читается Одним Из Лучших Фильмов Таких Научно Фантастических И прочее Вот Леонарди Каприо Только Вот Недавно Прямо Вымучили Фанаты Мне кажется Ощущение Что Вымолили Просто Ему Оскара За фильм Выживший А так Просто Его прокатывали Из раза в раз И Мартин Скорцезе Можно вспомнить Все таки Действительно Это позорная Совершенно Страницки На Академии Когда Ему дали За отступников Оскара Ну Вот Я Видел Ну Просто Это же ремейк Южнокорейского Фильма Гонконгского И я Как-то Ну Всегда Мне Гонконгский Нравился Гораздо больше И Мне казалось Что это Не самая лучшая Его работа И Сейчас Последние годы Ну Может быть Он уже Не имеет Такого значения Но Его первые Вот Все эти фильмы Таксист Разъяренные Ну То есть Это вот Фильмы Которые остались Просто В истории Американского И мирового Кинематографа И Их Вот За них Он ничего Не получил Это кажется Каким-то абсурдом И какой-то Ну Совершенно Чудовищной Несправедливостью И На самом деле На самом деле Стоит посмотреть Что в те же годы Номинировалось Другого Вполне возможно Что там было Что-то более достойное Хотя Как правило Оказывается Что да На самом деле Те фильмы Которые В то время Получили Оскар Уже забыты И никто Их не пересматривает А То что прокатили Становится Классикой И Входит в аналог Кинематографа Вот такая удивительная Да Очень удивительная И вот Я говорил о том Что Оскар Стреляет сам себе В ногу И Действительно Для того Чтобы поднять Ну какую-то Посещаемость Обычно Все-таки Ну Нужен фильм Который Все посмотрели За который Люди будут болеть Которым будет Очень интересно Посмотреть Как он себя Покажет Вот на Оскарах И в этом году Это был фильм Ну Человек-паук Нет пути домой Картина Которая Ну Как говорили Просто Спасла кинопрокат Это Самый кассовый Фильм года И он получил Только одну Номинацию На премию Оскар За лучшие Визуальные эффекты И Многие говорят Ну Если бы он был Ну просто Каким-то Картонным Ну Совершенно Ну Дешевым Блокбастером Это было бы Понятно Но ведь у него Высочайшие Рейтинги Вот Ну Зрительских Симпатий 98% На этом Томатометре И 93% Это в принципе Критики ему дали То есть Это 93% Позитивных рецензий То есть Это говорит о том Что картина Ну Могла бы Все-таки Как-то быть Замечена Киноакадемией И это был бы Ну Именно тот крючок Тот хук Который бы мог Зацепить Аудиторию Молодежную Которую Страшно нуждается Сейчас вот Сама эта церемония Потому что Ее действительно Рейтинги падают С каждым годом Вот Ну не знаю На самом деле Я Так скажем Я понимаю О чем ты говоришь Но Внутренне Я так скажем Не согласен Уж извини Но на Номинирование Допустим На лучший фильм Года Человека-паука Для меня было бы Очень удивительно Я не говорю Что это лучшая Картина года Но хотя бы Дать ему Гораздо больше Шансов В номинации Просто для того Чтобы дать Чтобы Да Дать номинации Просто для того Чтобы привлечь аудиторию Мне кажется Это так скажем Какая-то такая Нет Здесь я говорю Именно о том Что здесь наоборот Академия проявляет Снобизом И говорит Фу-фу-фу-фу-фу Раз это самый Кассовый фильм года А раз это Человек-паук То это Априори Не может быть Хорошим фильмом Мы выше этого Мы будем давать Фильмы только Значит про Глухонемых Про Людей с инвалидностью Людей там Нетрадиционной Ориентации Там И вот Только это 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 вот наш конек Это наше Вот мы будем Двигаться туда В конце концов Властерину колец Дали Оскаров Он был Триумфатором Тогда То есть нельзя сказать Что они прямо Игнорируют Такое именно Развлекательное кино Поэтому Их тоже Обвинили Было Прошлом Это все Но вот Кого действительно Проигнорировали И за что Мне было Как-то очень жалко Это фильм Дом Гуччи Ридли Скотта Картина Просто Ну она получила Как бы Такой утешительный приз За лучший По-моему Грим Или Прически Одну единственную Номинацию И Поразительно То что Леди Гага Которая Ухитрилась Вот просто Собрать Весь Мне кажется Ну вот за роль Этой Патриции Реджани Она Ухитрилась Получить Номинации Бафта Критик Чойс Аворд Золотой Глобус Гильдии Актеров То есть В принципе Она единственная Из всех Ну вот Всех Ну реальных Претендентов Она Собрала Весь урожай Вот этот вот Ну пускай не наград Но номинации И То что Она не получила Номинацию Это какой-то просто Ну Для меня Это был Немножко шок Потому что Мне показалось Что здесь Как-то Академия Промахнулась И То что Ну Джаред Лето Опять-таки Вот Интересно Грим Видимо Это именно За тот самый случай Когда Джаред и Лето Загримировали так Что он не был похож На Джареда Ну прости меня Но Вот то что Кристин Стюарт В фильме Спенсер Получает Вот награду Вся ее актерская игра То что она с физиономией Как будто бы она Раскусила лимон Ходит Вот Вот по Экрану Я не понимаю Ну то есть Вот в принципе Ну может быть Она как актриса У меня вызывает Всегда какое-то Такое Раздражение Но Вот то что Ее актерская игра И Ну то что Сделала Леди Гага Ну как бы вот Ну не сопоставим Если вы считаете Что тут Не доиграла То что За что вы Ее-то Номинировали Не говоря уже о том Что фильм сам Спенсер Ну не знаю Вот у меня тоже Вызывает какое-то Легкое раздражение Потому что Мне кажется Что Вот эти страдания Изображенные Вот принцессы Дианы Которые Для меня остаются загадкой В чем она страдает Вот в королевском дворце Увешанное Брюликами И вот Ну как бы Вот за столом Который ломится От явств Иди на завод Иди на завод Дорогая Вот содержит Троих детей На зарплату Без мужа Вот Тогда ты поймешь Что такое страдание Вот отключили Горячую воду Посреди лета Там Вот Ну вот Это страдание Повысились цены В магазинах То есть Вот ты там Не можешь Ничего себе позволить Заплатив Коммунальный Вот это страдание А вот Когда Я не понимаю Вот все время говорят Вы должны измениться А не они Герои произносят Какие-то дежурные Фразы С какими-то Каменными лицами И у всех Нахмурены брови И все что-то Вот Как будто бы Что-то переживают Живя во дворце То есть Я начинаю Просто как Ледовой Вот как бы Человек Испытывать Какую-то лютую Пролетарскую ненависть Ко всему этому фильму И ко всему изображенному Ко всей этой трагедии Вот Ну И что еще Вот Ну просто Из тех Кого Прокатили И Я уже вот Назвал Дэни Вильнева Что действительно Его Отсутствие В этой номинации Как-то не очень было Красиво То что Прокатили Арона Соркина Вот За сценарий Быть Рикардо Быть Рикардо Да Потому что Который я вот Рассказывал И который мне понравился Да Но зато Отметили Обоих актеров И исполнителей И главных ролей Это уже неплохо Да Ну неплохо Но с другой стороны Вот Пишут Ведь критики Тоже Что вот Хавьер Бардем Ну не такая уж Прямо Явная Кандидатура И здесь вот Брэдли Купер Был бы Во всяком случае Ну гораздо более Достойным выбором Потому что Ну Хавьер Бардем Да Хорошо сыграл Но вот Брэдли Купер Ну кажется Что его вклад Был больше Вот непонятно Опять почему Почему Хавьер Бардем Который уважаемый Прекрасный Да Актер Но Брэдли Купер Почему его Его обидели То есть вот У него Явно было Гораздо больше Сделано Точно так же Вот как Бена Аффлека Киноакадемия Все время Топит Как актера То есть у него есть Два Оскара Один за сценариум Нецелуйл Хантинг Второй он получил За Арго Именно как продюсер Картины Но его никогда Не номинировали За актерскую игру Тоже вот Какой-то Ну мне кажется Черная метка Не знаю Знак презрения Какой-то Вот Ну кто знает По крайней мере Зато он фигурирует Наоборот В списке худших То есть Ну так скажем На Золотой Малине Он получил Номинацию Именно за роль В последней дуэли То есть Наверное Это было просто Не сезон Так скажем Не его год Ну хотя У него была Вот очень такая Яркая роль В фильме По-моему Он назывался Нежный бар Что ли И Его За эту роль Отметили В Золотом глобусе И его отметили Как актера второго плана Гильдия киноактеров То есть В принципе Вот эти Ну вот Эти премии Ему достались А вот С Ускарами Все время не везет Ну и Еще кстати Вот стоит отметить Мы не отметили Среди лучших Иностранных фильмов Скоро появится На экранах Худший человек На земле Эта картина Я видел Что у нас В планах Ее будут показывать В кинотеатрах Это каннская сенсация Яхим Триер Фильм попал Как лучший фильм От Норвегии Вот Списки Номинаций И что интересно Он же попал В категорию Оригинальный сценарий Вот тоже непонятно Почему Вроде бы Норвежский фильм А Его отметили За лучший сценарий Вот Среди Пяти лучших Сценарных работ То есть В принципе Наверное Это говорит о том Что картину Стоит посмотреть Я честно скажу Я фильм не видел Даже не знаю Как и что О чем он Но Я видел Что Висят его афиши Уже в наших кинотеатрах Это говорит о том Что его Значит Наверное покажут Судя по тому Что и номинирован Ну а я хотел отметить Еще наличие В номинациях Лучшая роль Дензела Вашингтона За роль Макбета Короля Макбета Тоже Неожиданный Такой выбор Одного из братьев Коэнов То есть И опять же Они Он Сам режиссер Отсутствует В номинациях И фильм Отсутствует В номинациях Есть только Вот собственно говоря Дензел Вашингтон Достойный актер Считается Одним из Прямо вот Лучших актеров Нынешнее В нынешнее время В принципе И роль Достаточно Интересная Именно выбор Афроамериканца На роль Макбета Тоже Ну интересно Неоднозначную реакцию Но как бы Его талант Как актера В принципе Оправдывает Но ему вот придется Побороться С Уиллом Смитом За вот Короля Ричарда С Хавьером Бардемом В роли Рикардо Бенедикт Камбербэтч Власть Пса И Эндю Гарфилд Вот этот Мюзикл Тик-так Бум Который только Вот за Актерскую игру Эндрю Гарфилда Тоже получил Номинацию А так его Ну тоже Проигнорировали Эту картину Которая Является Мюзиклом О мюзикле О том Как создавался Мюзикл Ну что же Вот Поговорили Проанализировали Будем ждать Да Еще хотел Отметить Заметил Интересную вещь Что за Власть Пса В номинациях За лучшую Второплановую роль Женского мужского Номинирована Супружеская пара То есть Кирстен Данст И Как его сейчас зовут Джесси Племонс Они являются В реальной жизни Мужем и женой И в фильме Они сыграли тоже Мужа и жену И оба Оказались В числе номинированных Поэтому Если вдруг Такое случится И они получат Каждый по Оскару Это будет наверное Не знаю Была ли такая ситуация Когда-либо Когда супруги Были номинированы И получили Оскар За один и тот же фильм Я даже не помню Когда супруги Были номинированы Вместе Такой ситуации Так что Да Действительно Очень любопытный Момент Ну что Ждем теперь 27 марта Вот я думаю Что мы Так более-менее Рассказали Во всех подробностях О картинах Которые Попали в список Претендентов На эту премию Оскар Спасибо огромное Владимир Веселов Олег Пека Программа Синема До новых встреч Через неделю Да Пока-пока На одной волне С городом Радио Радио Радио